Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю вас знакомить с необычными, вкусными и полезными рецептами. В прошлый раз мы говорили с вами о варенье из сосновых шишек и о сосновом мёде. Кто не смотрел этот ролик, обязательно посмотрите. Кстати, я не сказал о том, что варенье по вкусу напоминает сироп из шиповника или холосас. Ну а маленькие шишки, которые вы оставляете в варенье, когда варенье готово, по консистенции примерно как марципан. Ну а сегодня мы с вами поговорим о варенье из одуванчиков или тоже о мёде, только уже не сосновом, а одуванчиковом. С вами Протерей Кирилл Иванов и канал СПОПОМ ОБОВСЁМ. Так же, как и в случае с сосновым мёдом и вареньем из сосновых шишек, существует много рецептов. Я вам дам самый простой. Я сам для себя недавно открыл это варенье и готовил его следующим образом. Нам потребуются одуванчики, сахар, вода и лимон. Всё. Расчёт обычно делают на 400 одуванчиков. Итак, собираем 400 цветочков одуванчиков, только цветочки собираем. Естественно, собирать их нужно в экологически чистом районе, не у дорог, потому что вместо пользы принесёте себе только вред. Вот. Собираем одуванчики, дома их обрабатываем. Обрабатываем каким образом? Мыть ничего не надо ни в коем случае, потому что вы смоете всю пыльцу. Это самое полезное и самое вкусное. Нам потребуются только цветочки, и мы обрезаем у них ложа. Всё. Вот эту зелень можно класть в варенье, никакой горечи от неё не будет. Вот что у нас должно получиться. Складываем всё это в кастрюльку, заливаем водой. Воды на 400 одуванчиков нужно где-то от 750 мл до литра, в зависимости от размеров одуванчиков. Важно, чтобы они все промокли, чтобы сами одуванчики не касались кастрюли. Итак, наливаем 750, будет погуще, или литр воды на 400 одуванчиков, будет побольше варенья. И варим. Доводим до кипения, варим 10 минут и оставляем на ночь. Или на 5-8 часов, если вы с утра готовили. Варенье настаивается, будущее варенье наше настаивается. После этого мы вынимаем одуванчики, процеживаем их сквозь марлю, оставляем только сам отвар. Добавляем туда сахарный песок из расчёта 1 кг на 400 одуванчиков. И варим. После закипания варим час. Через час добавляем лимон. Кстати, лимон можно не добавлять. Я вот попробовал, в этом году первый раз сам готовил. Без лимона мне даже больше понравилось, потому что вкус, ярко выраженный вкус цветочной пыльцы. Потрясающий аромат весны, аромат цветов. Пергу напоминает. Вот вы, наверное, знаете, что такое перга и пользу её. Так вот, пергу напоминает. Я очень люблю пергу, но это, так сказать, по вкусу. Не всем перга по вкусу приходится. Если мы добавим лимон, то этот вкус и аромат перги будет не такой выраженный, потому что лимон частично перебьёт. Рекомендуют лимон добавлять для того, чтобы варенье не засахаривалось. Но мне встречались рецепты, в которых и не предлагается добавлять ни лимон, ни лимонную кислоту. Итак, варенье час прокипятилось. Добавляем туда лимон, нарезанный четвертинками. Можно просто выдавить немножечко четвертинок, добавить здесь, как вы сами хотите, чтобы у вас был просто вкус лимона и его аромат или сами кусочки плавали. На ваше усмотрение, можно просто выдавить. Варим ещё 15 минут и всё, варенье готово. Разливаем его по стерилизованным банкам, закрываем. И частичка солнышка готова оказаться на вашем зимнем столе. Кроме того, что это очень вкусно и очень полезно, это ещё и замечательный подарок вашим друзьям и близким. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Протерей Кирилл Иванов и канал СПОПОМ ОБОВСЁМ. Храни вас всех, Господь!